Вашему вниманию представляется тема «Законодательная база Украины». Организационные основы стандартизации устанавливает правовые и организационные основы для стандартизации Украины. Закон Украины о стандартизации, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины 17 мая 2001 года. Закон регулирует отношения соответствующей деятельности в области стандартизации и применения ее результатов, независимо от форм собственности и видов деятельности, государственных органов, а также соответствующих неправительственных организаций. Закон также определяет ключевые термины в области стандартизации. Согласно ему подстандартизации понимается деятельность, заключающаяся в установлении положений для всеобщего и многократного применения относительно имеющихся или возможных заданий с целью достижения оптимальной степени упорядочения в определенной сфере, результатом которой является повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг и функциональному назначению, устранению барьеров в торговле и содействию научно-техническому сотрудничеству. Термины и определения Международная стандартизация Стандартизация, которая проводится на международном уровне участия, в которой открыта для соответствующих органов всех стран. Региональная стандартизация Стандартизация, которая проводится на соответствующем региональном уровне участия, в которой открыта для соответствующих органов стран всего географического и экономического пространства. Национальная стандартизация – стандартизация, которая проводится на уровне одной страны. Орган стандартизации – орган, занимающийся стандартизацией, признанный на национальном, региональном или международном уровне, основными функциями которого являются разработка, одобрение или утверждение стандартов. Объект стандартизации – предмет, продукция, процесс, услуга, подлежащий стандартизации и для которого разрабатываются те или иные требования, характеристики, параметры, правила и другое. Стандартизация может касаться объекта вообще, или его отдельных составляющих. Причем названный срок одинаково касается любого оборудования, материала, компонента или системы, а также правила, процедуры, функции, метода или деятельности. Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов. Этот термин охватывает такие понятия как стандарт, кодекс установившейся практики и технические условия. Стандарт – документ, устанавливающий для всеобщего и многократного применения правила, общие принципы или характеристики, касающиеся деятельности или ее результатов, С целью достижения оптимальной степени упорядоченности в полной области, разработанной в установленном порядке на основе консенсуса Международные региональные стандарты Стандарты, принятые соответственно международным и региональным органам стандартизации Национальные стандарты Государственные стандарты Украины, принятые центральным органам исполнительной власти в сфере стандартизации и доступные для широкого круга пользователей Кодекс установившейся практики Свод правил – документ, который содержит практические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания, эксплуатации оборудования, конструкций или изделий. Кодекс установившейся практики может быть стандартом, частью стандарта или отдельным документом. Технические условия – документ, устанавливающий технические требования, которым должны соответствовать продукция, процессы или услуги. Технические условия могут быть стандартом, частью стандарта или отдельным документом. Технический регламент – нормативно-правовой акт, принятый органом государственной власти, который устанавливает технические требования к продукции, процессов или услуг непосредственно или через ссылку на стандарты или воспроизводит их содержание. Техническая документация на продукцию Совокупность документов, которая необходима и достаточна для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции. К ней принадлежит конструкторская, техническая и проектная документация. Техническую документацию разделяют на исходную, рабочую и информационную. Научно-техническая документация Совокупность конкретных технических требований Правил Законодательных положений о защите жизни и здоровья человека Охране окружающей среды Обеспечение прав потребителя А также установление порядка надзора за выполнением этих требований Последние должны учитывать социально-экономические условия и достигнутый уровень научно-технического развития производства Безопасность Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения любого вреда Совместимость Пригодность продукции Процессов Услуг к совместному использованию Которая не вызывает нежелательных взаимодействий При заданных условиях для выполнения установленных требований Унификация Выбор оптимального количества разновидностей продукции Процессов Услуг Значение их параметров и размеров Охрана окружающей природной среды Комплекс международных Государственных Региональных мероприятий Административных Хозяйственных Политических и общественных По поддержанию параметров функционирования природных систем Физических Химических и биологических В пределах Обеспечивающих здоровье и благополучие человека Цели стандартизации Целью стандартизации в Украине является обеспечение безопасности для жизни и здоровья человека Животных Растений А также имущества и охраны окружающей среды Создание условий для рационального использования всех видов национальных ресурсов И соответствие объектов Стандартизацию своему назначению Содействие устранению технических барьеров в торговле Принципы стандартизации Государственная политика в сфере стандартизации базируется на следующих принципах Обеспечение участия физических и юридических лиц в разработке стандартов и свободного выбора ими видов стандартов при производстве или поставке продукции, если иное не предусмотрено законодательством Открытости и прозрачности процедур разработки и принятия стандартов с учетом интересов всех заинтересованных сторон Повышение конкурентноспособности продукции отечественных производителей Доступности стандартов и информации о них для пользователей Соответствие стандартов законодательству Адаптации к современным достижениям науки и техники с учетом состояния национальной экономики Приоритетности прямого внедрения в Украине международных и региональных стандартов Соблюдение международных и европейских правил и процедур стандартизации Участие в международной, региональной, стандартизации Объектами государственной стандартизации являются Объекты организационно-методические и общие технические Продукция межотраслевого назначения и широкого потребления Составляющие элементы народно-хозяйственных объектов государственного значения В том числе банковско-финансовая система, транспорт, связь, энергосистема, охрана окружающей среды Требования к применяемым природных ресурсов, оборона и т.п. Объекты государственных социальных, экономических и государственных научно-технических программ Национальные стандарты В зависимости от уровня субъекта стандартизации, который принимает или одобряет стандарты Различают Национальные стандарты Кодексы установившейся практики и классификаторы Принятые или одобрены центральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации Изданные им каталоги и реестры общегосударственного применения Стандарты Кодексы установившейся практики и технические условия Принятые или одобрены и другими субъектами, занимающимися стандартизацией Стандарты должны отвечать потребностям рынка Содействовать развитию свободной торговли Повышению конкурентноспособности отечественной продукции И быть изложены таким образом Чтобы их невозможно было использовать с целью введения в заблуждение потребителей продукции Которые касаются стандарт Предоставлять преимущества производителю продукции или продукции в зависимости от места ее изготовления Объект стандартизации может быть объектом интеллектуальной или промышленной собственности Если разработчик стандарта в установленном законодательством порядке получил разрешение у владельца права на объект Центральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации с учетом общественной потребности в стандартах Государственных приоритетов Предложение технических комитетов стандартизации и других субъектов стандартизации Ежегодно формирует программу работ по стандартизации Которая включает перечень национальных стандартов, принятых к разработке Национальные стандарты разрабатываются техническими комитетами стандартизации, а в случае их отсутствия, другими субъектами стандартизации, имеющие для этого соответствующий научно-технический потенциал. При одобрении или принятии национального стандарта центральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации определяет дату введения стандарта силы с учетом времени на выполнение подготовительных мероприятий по его внедрению. Технические регламенты Технические регламенты и другие нормативно-правовые акты устанавливают обязательные требования относительно защиты жизни, здоровья и имущества человека, защиты животных, растений, охраны окружающей среды, безопасности продукции, процессов или услуг, предотвращение введения в заблуждение относительно назначения и безопасности продукции, устранение угрозы для национальной безопасности. В случае ссылки на стандарты в технических регламентах, других нормативно-правовых актах отмечается выполнение определенных стандартов единственным или только одним из путей выполнения требований этих документов. Технические регламенты 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 Национального знака соответствия продукции национальным стандартам устанавливаются центральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации. Виды стандартов. В соответствии со спецификой объекта стандартизации, состава и содержания требований, установленных к нему, для различных категорий нормативных документов по стандартизации разрабатывают стандарты следующих видов. Основополагающие. На продукцию, услуги. На процессы. Методов контроля, испытаний, измерений, анализа. Обозначение стандартов. Государственные стандарты Украины обозначают по ДСТУ 1.5.93. Например, ДСТУ 2681-94 метрология. Термины и определения. Обозначение государственного стандарта Украины состоит из индекса ДСТУ, регистрационного номера, присвоенного ему при утверждении, и обособленных тире двух последних цифр года утверждения. В обозначении государственного стандарта, входящего в комплекс стандартов, в его регистрационном номере первые цифры с точкой определяют комплекс стандарта. Если стандарт используется только в атомной энергетике, добавляется буква А, которую проставляют после двух последних цифр года его утверждения. Обозначение государственного стандарта, оформленный на основе применения аутентичного текста международного или регионального стандарта и не содержит дополнительные требования, состоит из индекса ДСТУ, обозначение согласно международного или регионального стандарта без указания года его принятия и отделенных тире двух последних цифр года утверждения государственного стандарта. Например, международный стандарт ИСО 9591-1992 должен обозначаться ДСТ УИСО 9591-93. Общетехнические и организационно-методические стандарты, как правило, объединяют в комплексы, системы, стандартов для нормативного обеспечения решений технических и социально-экономических задач в определенной области деятельности. Сейчас действует более 40 таких межгосударственных систем, обеспечивающих организацию производства высококачественной продукции. Унификация Унификация как метод стандартизации заключается в рациональном сокращении количества типов и параметрических, типоразмер, рядов продукции одинакового или близкого целевого, функционального, назначения, установлением оптимальных конструкторско-технологических решений. Унификация продукции рационально уменьшает количество разновидностей, сопровождается типизацией путем комбинирования, сочетания, удачных конструкторско-технологических решений, имеющих место в совокупности унифицированных изделий. В промышленности существуют следующие виды унификации продукции. Модификация Модификация Унификация Модификация может быть полной и неполной. При полной унификации осуществляется унификация всех элементов проектируемого или существующего изделия, при неполной, только части элементов. Нормативный контроль технической документации Технические документы, конструкторские и технологические, должны отвечать ряду требований, важнейшими из них являются Требования к конструкции, определяющие ее рациональность, взаимосвязь элементов, верность выбора материалов, характер отделки и т.п. Требования к технологиям, определяющие возможность использования для изготовления изделий наиболее прогрессивных и экономичных технологических процессов и оборудования Требования к оформлению, определяющих четкость и наглядность изображения на чертеже, наличие всех сведений, необходимых для изготовления деталей или изделия Чтобы разрабатываемая в процессе проектирования техническая документация удовлетворяла вышеперечисленным требованиям Необходимо постоянный, хорошо организованный контроль, как конструкторский и технологический, так и нормативный нормоконтроль Цель нормоконтроля – соблюдение в технических документах требований действующих стандартов, широкое использование в изделиях при проектировании стандартных и унифицированных элементов Осуществление нормоконтроля является обязательным для всех организаций и предприятий, выполняющих проектно-конструкторские работы, независимо от их ведомственной подчиненности Государственный надзор Государственный надзор за производством и соблюдением стандартов проводится согласно закону Украины о стандартизации Государственный надзор – это деятельность специально уполномоченных органов исполнительной власти по контролю за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности Предпринимателями – стандартов, норм и правил при производстве и выпуске продукции, выполнении работ, оказании услуг, для обеспечения интересов общества и потребителей, ее надлежащего качества, безопасной для жизни, здоровья, имущества людей и окружающей среды Государственный надзор осуществляет специально уполномоченные на то органы Государственный надзор осуществляется по планам органов государственного надзора или по обращению граждан Объектами государственного надзора являются Продукция производственно-технического назначения, товары народного потребления, продукция животноводства и растеневодства, продукты питания, в том числе продукция, прошедшая сертификацию, на соответствие стандартам, нормам и правилам Продукция импортная, на соответствии действующим в Украине стандартам, нормам и правилам по безопасности жизни, здоровья и имущества людей и окружающей среды Продукция экспортная, на соответствии стандартам, нормам, правилам или отдельным требованиям, которые обусловлены договором, контрактом От тестованные производства, на соответствии установленным требованиям сертификации продукции Организационная основа подтверждения соответствия Подтверждение соответствия в Украине регулируется законом Украины о подтверждении соответствия от 17 мая 2001 года Этот закон определяет правовые и организационные основы подтверждения соответствия продукции, систем качества, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, персонала и направлен на обеспечение единой государственной технической политики в сфере подтверждения соответствия. Указанный закон также регулирует отношения, возникающие в процессе подтверждения соответствия продукции, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, персонала требованиям, установленным законодательством Украины, и распространяется на производителей и поставщиков продукции независимо от формы собственности и видов деятельности, на органы по сертификации, испытательные лаборатории, а также соответствующие органы государственной власти. Объектами подтверждения соответствия Согласно этому закону объектами подтверждения соответствия является продукция, системы качества, системы управления качеством, системы управления окружающей средой, персонал. Процедура подтверждения соответствия Процедура подтверждения соответствия в законодательно регулируемой сфере для отдельных видов продукции, которая может представлять опасность для жизни и здоровья человека, животных, растений, а также имущества и охраны окружающей среды, вводится техническими регламентами. С введением в действие технических регламентов Центральный орган исполнительной власти по вопросам оценки соответствия официально публикуют перечень национальных стандартов, добровольное применение которых может восприниматься как доказательство соответствия продукции требованием технических регламентов. Производитель или поставщик также имеет право подтвердить соответствие продукции требованием технических регламентов иными, чем соответствие стандартам, путями, предусмотренными этими регламентами. Сертификация в законодательно регулируемой сфере осуществляется согласно требованиям технических регламентов. По результатам проведения сертификации, в случае положительного решения назначенного органа по оценке соответствия, заявителю выдается сертификат соответствия, образец которого утверждается Центральным органом исполнительной власти по вопросам оценки соответствия. Благодарим за внимание.